Начали появляться материалы, так или иначе, негативно освещающие деятельность тогда еще депутата Государственной Думы Мишустиной. Надо заметить, материалы действительно очень эмоциональные и далеко не аргументированные. Единственное, сейчас уже через год после той горячки предвыборной борьбы, мы признаем, что, конечно, как и у любой другой газеты, в такой ситуации были какие-то некие эмоциональные перехлесты. Тогда объяснимое, сейчас как бы уже за которое можно, предположим, даже попросить извинения. Лариса Мишустина, а точнее ее адвокат, настаивает на том, что клевета в газете помогла ее сопернику победить в выборах. Сумму морального вреда сегодня эстец увеличил до 490 миллионов рублей. Еще недавно стороны собирались заключить мировое соглашение. Мы предложили свой вариант мировой Мишустиной, что мы компенсируем 10 миллионов и в газете приносим извинения. Видно в том виде, что эмоциональные оценки, конечно, были лишние, а по фактам все правильно. Но ИСОВ не устроили условия, предложенные ответчиками. Это было мировое соглашение, я уже отвечал так себе, бумажка ни о чем, которую я не имею возможности подписать. Видите, адвокат для того и нанимается, или приглашается, или страна для того, чтобы защищать интересы сторон, а не предавать эти интересы. Сегодняшнее заседание не первое и далеко не последнее. Но почему-то именно сегодня одна из сторон решила придать громкий политический скандал о глазке. Алексей Норисов, Ставислав Романович, новости 4 канала. Сегодня должен был состояться третий и последний спектакль «Мурлин Мурлов» в постановке театра «Современник». Спектакль был отменен. Часть зрителей сдали свои билеты, выслушав объяснение администрации, другие оставили их до следующего приезда театра «Современник». Два спектакля в субботу и воскресенье прошли более чем при аншлагах. В проходах ставили стулья и даже садились прямо на ступеньках. Того стоила первая в России постановка пьесы Николая Калиды «Мурлин Мурло», постановка Галины Волчек, Селена Яковлевой в главной роли, все-таки одна из лучших существующих. Но в понедельник спектакля нет. Яковлева расхварилась, к тому же ей нужно готовиться к пастролям Соединенные Штаты. Рано утром актеры улетели в Москву. Зрители, разумеется, те из них, кто не слышал объявлений в средствах массовой информации, узнали об этом только придя вечером в ТЮЗ. В театральные кассы выстроилась очередь сдавать билеты. Во многом, пожалуй, зря. Организатор приезда «Современника» в Екатеринбург, театральное агентство «Артлайн» заверило, что спектакль вовсе не отменен, а лишь перенесен. Еще когда актеры уезжали, была предварительная договоренность, что они отработают Мурли и Мурло после американских гастролей. Сегодня вечером об этом было объявлено официально. В качестве приблизительных сроков называют начало декабря. Но билеты в декабре, возможно, будут стоить дороже. Именно поэтому организаторы предлагали не сдавать билеты на сегодня, 28 октября. Они будут действительны на один из декабрьских спектаклей. Мстислав Захаров, Станислав Романович, Леонид Илюхин. Новости 4 канала.